Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и сегодня хочу вам рассказать про такой замечательный автомобиль, который я привез из США. Это Mitsubishi Lancer 10 поколения. Вообще Lancer выпускался с 1973 года, было много генераций, назывался он по-разному, но у нас все его знают как Lancer. Lancer X, Lancer 10. Довольно известный автомобиль, но не самый, скажем так, популярный автомобиль по пригону из США под заказ. Этот автомобиль я купил случайно. У меня был один клиент, которому мы хотели найти автомобиль с пробегом здесь в Украине. Он планировал купить до 8 тысяч долларов такую машину, желательно посвежие годами, с двухлитровым мотором и на автомате. Но поиски наши не увенчались успехом, потому что живых машин в Кривомроге, в Днепропетровской области нам не удалось найти. Либо скрученные пробеги, либо автомобиль весь крашеный. Короче, не получалось у нас найти. И как-то вечером я сидел на аукционе, ждал свой лот, за который я планировал торговаться, там совсем другой автомобиль. И увидел вот такой вот Lancer, продавался на аукционе, довольно недорого должен был уйти. Цена на него была 900 долларов, я посмотрел на повреждения по картинкам, они были, как мне показалось, на тот момент незначительными. И ставка остановилась, торги остановились на 900 долларов. И всего лишь 925 долларов я сделал следующий шаг и забрал вот такой автомобиль, как я планировал отдать его своему клиенту. Когда я показал машину клиенту на фотографиях, он не захотел ее забирать, говорит, все равно ее долго ждать, она будет крашена, давай что-то искать тут, может быстрее найдем. Короче, он ее не захотел. Не захотел, да и не захотел, я решил забрать этот автомобиль себе. Я предварительно просчитал, стоимость его с доставкой в Кривой Рог мне получалась 5200 долларов. В принципе, отличная цена за Lancer 2011 года. Я решил, оставлю эту машину себе, сделаю ее, отремонтирую и буду продавать. И все было хорошо, все было классно, машина плыла, доплыла, как положено, за два месяца, но потом начались небольшие приключения с этой машиной. Она приплыла в порт в Одессу, зашла 18 декабря, но уже был конец года, были проблемы на том, таможни, и в итоге они продержали практически месяц этот автомобиль в порту. Из-за этого я потерял на растаможке чуть больше 150 долларов, потому что планировал автомобиль растаможить в 2019 году, но наступил уже 2020 год. И таможня, ну такая ситуация была в конце прошлого года у многих, кто везет автомобили из США. Многие доплачивали, прилетали доплаты и по 10, и по 20 тысяч гривен. Мне прилетело всего лишь 4000 гривен, это, как я сказал, чуть больше 150 долларов, как бы, но, тем не менее, уже неприятно. И плюс машину я ждал месяц, 14 января, уже 2020 года я только получил машину в Кривом Роге. Это была первая неприятность. Вторая неприятность случилась при выгрузке автомобиля из контейнера, то ли при погрузке еще в Америке, как бы, поцарапали двери. И мне пришлось красить эти детали тоже, потому что машина, как бы, шла на продажу с такими царапинами, ну, сами понимаете, ну, вы бы, наверное, такую машину не купили, да? Пришлось красить все. Из-за этого процесс ремонта занял тоже намного большее время, не как планировалось, 2-3 недели, а чуть больше месяца. В итоге машину уже готовую с номерами, с регистрацией, с ретификацией я получил только уже в начале марта, практически там в первых числах. Так, друзья, буквально подведу итоги по стоимости и перейдем к обзору самого автомобиля. То есть, как я уже сказал, стоимость автомобиля 925 долларов, со сборами аукциона это составило 1218 долларов, доставка из Огайо почти 1500 долларов. Столько же примерно получилась растаможка, доставка в Кривой Рог, портовые брокерские на тот момент еще у меня было 800 долларов. Это стоило все, услуги порта и таможенного брокера. Сейчас это стоит уже чуть дешевле. Ремонт с установкой спойлера, с его покраской, потому что спойлер пришлось покупать, автомобиль был без него, а без него ланцер не ланцер. Согласитесь, два совсем разных автомобиля по внешнему виду, когда он со спойлером и когда без. Установил я спойлер, в общем, стоимость ремонта затянула в 2000 долларов, а не так, как в 1200-1400, как я планировал. Но пришлось покрасить, как я уже сказал, еще дополнительно двери, потому что царапины были не критичные, но довольно неприятные. В итоге, друзья, общая стоимость автомобиля совсем-совсем-совсем под ключ уже на вот этих номерах составила 7600 долларов. Да, это, конечно, нифига не дешево, но, тем не менее, это зато 100% исправный автомобиль с точным, с целым пробегом, в хорошем, прекрасном состоянии. Работает здесь абсолютно все, в неплохой комплектации, сейчас я про это немножко расскажу. И вот за 7600 долларов можно получить вот такой вот ланцер уже на номерах. Ну, можно попробовать и дешевле, конечно, если не поцарапать двери в порту. Давайте посмотрим, чем же отличается ланцер из Америки от ланцера из обычного европейского ланцера, к которому так все привыкли. А не отличается он, друзья, практически ничем. Когда я проходил сертификацию на этот автомобиль, мне пришлось всего лишь навсего заменить в габаритных передних огнях две лампочки. Габариты здесь были оранжевого цвета, американские, мне пришлось их заменить на белые. Все, я приехал на сертификацию, больше никаких дополнительных замен, замен стопов, замен ламп, ничего не потребовалось. То есть бампера я покупал оригинальные тоже от европейского ланцера, когда не понадобилась замена тех бамперов, которые были с аукциона. То есть и передний и задний бампер стали идеально, спойлер стал идеально. Правую фару я купил, конечно, американскую, потому что все-таки светотехника немножко отличается. Там поворотники цвет и габаритные огни. Как бы, чтобы было все в идеале, я купил фару оригинальную из США. Но если купить обе фары европейских, то они по креплению здесь прекрасно становятся. То есть, если, допустим, разбито обе фары на автомобиле, то можно просто купить две и не париться. Единственное, деповские фары, которые я попытался заказать, я хотел так, кстати, и сделать. Заказал две новые фары фирмы Депо. Но, короче, то ли китайцы так криво сделали, то ли мне так не повезло с бракованными фарами. В общем, фары не очень хорошо стояли на автомобиле. Я отправил их обратно и заказал одну американскую. Но одна американская оригинальная фара стоила дороже, чем две китайских деповских этих фары. Ну, я решил не экономить на ремонте, потому что потом машину мне продавать. И чтобы я не краснел перед будущими покупателями, я решил сделать все в этой машине идеально. Давайте посмотрим, что здесь у нас под капотом. Под капотом здесь атмосферный двухлитровый двигатель. Это для 10-го ланцера в 2007 году, когда компания Mitsubishi выпустила это поколение ланцеров. Для них была разработана абсолютно новая линейка двигателей. Это начиная от объема 1.5, 1.6, 1.8 и двухлитровая четверка. Также были еще турбированные двигатели 2 литра, объемом 2 литра, которые устанавливались на Lancer Revolution и на Mitsubishi Rally Art. Это упрощенная версия Lancer Revolution. Двухлитровый мотор серии 4B11. Японская компания Mitsubishi разрабатывала не самостоятельно этот двигатель. Они объединились в Hyundai, Kia, Dodge, Chrysler и Jeep. И совместно для удешевления, скажем так, стоимости, совместно разработали, совместными усилиями разработали этот двигатель. А потом каждый собирал уже на своих заводах, внося определенные изменения, там, небольшие в конструкцию. Но конструкция, разработанная этими компаниями совместно, она легла в основу всех двухлитровых моторов этих концернов. В основе мотора лежит алюминиевый блок цилиндров. Тоже алюминиевая 16-клапанная головка с двумя распредвалами. Мотор довольно хороший, беспроблемный. Мощность его 150 лошадиных сил. Ресурс составляет больше 250 тысяч километров. При правильном обслуживании, я имею ввиду, своевременную завену масла и масляного фильтра. Хотя бы раз в 10 тысяч, а лучше, как я всегда рекомендую своим клиентам раз в 8 тысяч, менять масло при нашем топливе, при нашем воздухе, при нашем качестве масла. Опять же, ну, рекомендую я менять раз в 8 тысяч, конечно. Там вы уже смотрите, как считаете нужным, так и поступайте. Масло здесь, завод-изготовитель рекомендует 0W20. Даже есть наклеечка, соответствующая об этом под капотом. Также заливают сюда 0W30 и 5W30 масла. Но я буду заливать сюда в этот автомобиль, когда буду его обслуживать перед продажей, я буду заливать сюда 0W20, как рекомендует завод-изготовитель. То есть, если вязкость такая масла предписана заводом, то, я думаю, не стоит экспериментировать и лучше залить то, что завод-изготовитель рекомендует. В качестве коробки здесь использован вариатор от японской компании JATCO серии GF-011. Он используется также на Mitsubishi Outlander и на многих автомобилях концерна Renault-Nissan. То есть, вариатор довольно беспроблемный. Да, много есть споров и в интернете, и на форумах. Отзывы как хорошие, так и плохие. У кого-то он ломается на 30 тысячах, у кого-то ходит 250-300. То есть, во-первых, все зависит от вариатора. GF-011 это самый распространенный, наверное, вариатор от компании JATCO. То есть, он довольно беспроблемный. Единственное, по регламенту, не забывайте менять масло. Здесь в инструкции написано к автомобилю 90 тысяч. Но, опять же, я рекомендую этот интервал снизить, особенно на пробегах после 100. То есть, снизить и менять масло. Примерно там меняется масло. Фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки. В версиях до 2010 года был еще отдельный радиатор охлаждения, который устанавливался за передним колесом и забивался очень быстро грязью. Из-за чего масло в коробке перегревалось и это тоже могло приводить к выходу со строя вариатора. Но после 2010 года они убрали. Как бы, да, вроде бы коробка стала еще больше чувствительна к перегреву. Поэтому эксплуатируя этот автомобиль, не забывайте о том, что он не любит ударных нагрузок. О том, что не рекомендуется буксовать в грязи или в снегу на нем. Только в экстренных случаях, если вы застряли. Но специально там въезжать в какое-то бездорожье, наверное, не стоит. И тягать прицеп, лодку или другой автомобиль, буксировать тоже как бы на вариаторе не рекомендуется. Давайте расскажу теперь о комплектации. Потому что комплектация, в принципе, интересная. Это не какой-то там базовый лансер, который пустой. Ну, машина мне лично, лично мне машина очень нравится. И я сейчас расскажу почему. Одна из главных фишек, которая мне нравится, которая я считаю топ, наверное, что в автомобиле добавляет комфорта после коробки автомат. Потому что коробка автомат, да, на сегодняшний день хочется, чтобы автомобили была, чтобы уже не крутить эту палку, не мешать ее в пробках, не в пробках. Не важно, в каком городе вы живете. Автомат есть автомат. Он дарит удовольствие от вождения. Он избавляет вас от лишних телодвижений. Поэтому автомат это, как бы, да, априори номер один. Но второе, что мне очень нравятся автомобили, я думаю, те, кто ездил на... Те, кто использовал эту функцию, меня сейчас поймут и поддержат. Это бесключевой доступ. Ключ у нас в этом автомобиле вот такой. Всего лишь три кнопки. Четыре. Кнопка еще паники, если нужно включить сигнализацию. То есть бесключевой доступ, друзья. Автомобиль у вас закрыт. Да, я думаю, все знают, как это работает. Ну, покажу на примере этого автомобиля. То есть вы подходите, нажимаете кнопочку, у вас открылась дверь. Открыли и попадаете в салон. То есть ключ лежит у вас в кармане. Когда у вас заняты руки, у вас там чашка кофе в одной руке, в другой телефон или пакеты. Ты начинаешь перекладывать, вспоминать, в каком кармане ключ. Тут это все не надо. То есть машина закрыта, подошел, нажал, открыл. Точно так же закрывается. Нажали на кнопочку, автомобиль закрылся. Все, никто не попадет. То есть ключ, в принципе, вам доставать из кармана не нужно. Он лежит у вас. Да, эта функция не новая. Это сейчас уже есть и без кнопки. Просто можно приложить палец на современных автомобилях. Но здесь как бы 2011 год. Да, не будем забегать вперед. Вспомним, что все-таки машине уже практически 10 лет. Эта функция есть. Она работает. Она очень удобная и очень классная. То есть на водительской двери, точно так же на пассажирской. Если хотите открыть задние двери, то, конечно, тогда вам придется достать ключ. И нажать на кнопку открывания два раза. Потому что, как во всех американских машинах, в этом ланцере тоже при однократном нажатии открывается только одна водительская дверь. Задняя остается закрытой. При двукратном нажатии уже тогда открывается и задняя дверь. Вообще, если брать топ, наверное, 4 функции в автомобиле на сегодняшний день, которые я хотел бы, чтобы были. И без которых автомобиль уже не автомобиль в 2020 году. То есть это коробка автомат, это бесключевой доступ, это климат-контроль и это мультируль. Это то, за что я люблю автомобиль, то, что мне нравится в автомобиле. Я хочу, чтобы в автомобиле это было обязательно. Здесь не с всего перечислено нет только климат-контроль, а, к сожалению, обычный кондиционер. Но есть мультируль, есть также круиз-контроль, управление на руле и мультимедиа управления на руле. Бесключевой доступ, есть люк. Итак, друзья, что же мы имеем в салоне? В салоне всем известная торпеда. Такая же и на Outlander устанавливалась. Конечно, да, на сегодняшний день она уже выглядит немножко устаревше. Если сравнивать с конкурентом, если сравнивать с Toyota Corolla, если сравнивать с Ford Focus. Даже с тем же Chevrolet Cruze, который сейчас тоже очень часто везут из Америки. Даже с 2011 года Cruze, мое личное мнение, в торпеда здесь не очень. Здесь автомобиль обладает ярким, красивым дизайном, который нравится до сих пор людям на сегодняшний день. И привлекает внимание. Есть куча тюнинга на него, можно сделать свой автомобиль индивидуальным. Но торпеда, да, торпеда оставляет желать лучшего. Здесь довольно жесткий пластик. Вообще, в принципе, нет мягкого пластика нигде. Такая серенькая вставочка. Она там бывает карбоновая, бывает еще какая-то. Это тоже, в принципе, не важно. Многие оклеивают ее карбоном. В новых моделях уже пошел большой дисплей здесь устанавливается. Можно заменить. Он продается вместе с рамкой. В принципе, если кому надо мультимедиа, там, навигация, все эти плюшки. То есть, это все стоит от 200 до 300 долларов. В принципе, средняя цена, в зависимости от модели магнитофона, вместе с рамкой меняется. И красиво тогда все смотрится. И придает, конечно, торпеда совсем другой вид. И тогда автомобиль смотрится по-другому. В нынешнем состоянии немножко, конечно, дизайн торпеды устаревшей. Это, пожалуй, единственный минус в этом автомобиле, который лично мне не нравится. Ну, я не скажу, что это некрасиво. Но ничего такого вау здесь нет. На 2007 год, конечно, было классно, когда вышел этот автомобиль. Но он выпускался до 2017, даже до 2018 года. То есть, ну, торпеда никаких измерений не претерпела. Как, в принципе, и кузов автомобиля. Лишь небольшой был рестайлинг. Заменили бампер, заменили решетку. Добавили ходовые дневные огни в бампер, вниз бампер вместе с противотуманками. Но это незначительные были изменения. Как бы автомобиль как выглядел, так и выглядит. Агрессивно, динамично и, в принципе, ярко. Пластик, кстати, этот, несмотря на то, что он жесткий, ну, если вот так вот ним поиграться немножко, он издает определенные скрипы. Но в ходу, даже по плохой дороге, сама торпеда не издает никаких неприятных звуков и не доставляет никаких неудобств. То есть, давайте дальше, да, смотрим мультируль, как я уже сказал, управление климатом, управление мультимедией. Мультимедиа здесь с подключением к Bluetooth. Работает музыка, воспроизведение музыки как с флешки. Есть выход под AUX. На два тюльпанчика, правда, такой нужно купить специальный кабель, если вы хотите музыку по AUX прослушивать. И есть громкая связь. Громкая связь работает только в одном правом пассажирском динамике. Я сразу, когда первый раз столкнулся, думал, что это какой-то глюк. Но оказалось потом, что действительно, да, работает звук только из переднего правого динамика при разговоре по телефону. Так музыка работает нормально. Качество музыки, кстати, для стоковой комплектации, ну, скажем так, качество музыки для базовой комплектации, для заводской штатной акустики, в принципе, довольно прилично. Единственное, здесь пищалок нет в этих местах, где они должны как бы быть. Провода выведены, их можно установить, но самих колонок пищалочек здесь нет. Нужно будет, если вы меломан и хотите музыку слушать уже как-то выше классом, необходимо установить, заменить динамики и установить пищалки в двери. Места для них есть, проводка под них тоже есть. Но, если вы не такой прям меломан, то качество звука довольно на приличном уровне. И мне, мне хватает, в принципе, если еще настроить, есть настройки на магнитофоне, если все настроить под себя, то слушать музыку, в принципе, можно довольно в хорошем качестве. Заводится у нас все вот таким поворотным флажочком, как на Outlander, так и на Mitsubishi Lancer, вот с бесключевым доступом. Вот такой ключик, флажочек, поворачиваете, раз, два, загорелись контрольные индикации на приборе. И заводим, машина завелась, все, как я уже говорил, ключ вы не достаете, он лежит у вас в кармане. Если вы один или вдвоем с пассажиром, если вам не нужно открывать задние двери, то все прекрасно с этим справляется. Также здесь установлен датчик давления в шинах. При падении давления в каком-то из колес вам покажет система на дисплее, что низкое давление в какой-то шине, правда, не покажет в какой. Люк, открывающийся в двух положениях, то есть, вот если он полностью закрыт, однократным нажатием он поднимается так, закрывается тоже так. И если отвести кнопку назад, то он выезжает полностью, то есть вы можете в любой момент его остановить. Либо же открыть полностью, как бы и получить вот такой вот комфорт, такое вот голубое прекрасное весеннее небо над собой. Люк, конечно, классный аксессуар, но я бы не ставил его там в топ-3, топ-4 или топ-5. Хорошо, когда он есть, но когда его нет, ничего страшного не случается, потому что, в принципе, он нужен там вам две недели в году. Единственное, что я люблю, когда вот открыта вот эта шторка и просто как-то добавляет больше пространства над головой, хотя места, в принципе, здесь достаточно, но когда вот этот стеклянный потолок у тебя, то, в принципе, это красиво и как-то просто в машине находиться немножко комфортнее. Но, по большому счету, это не самое важное в автомобиле. По месту на заднем ряду, друзья, в принципе, все довольно комфортно, довольно прилично. Сам за собой, я, как видите, уселся даже с небольшим запасом. Сидение удобное, посадка тоже комфортная. Единственное, для, наверное, троим сзади будет не очень удобно, потому что все-таки, во-первых, высокий тоннель, во-вторых, сидение немножко так отформованное под двух человек. То есть, двоим на дальнее расстояние здесь будет прекрасно и комфортно. Три человека здесь, конечно, уже не будут себя чувствовать комфортно. Наверное, задний диван все-таки более двухместный, чем трехместный. Так, багажник, друзья, здесь тоже с бесключевым доступом. Можете открыть его вот этой кнопочкой, нажав и удержав, и он открывается. Можно открыть его брелком и можно открыть из салона. Единственный тоже недостаток этого всего, нет, не за что его открывать. То есть, нужно просунуть сюда пальцы, либо же тянуть за спойлер, но, наверное, лучше этого не делать. И вот так его открыть. Если это будет грязное все, допустим, то, сами понимаете, руки у вас будут грязные. Амбием багажник стандартный для автомобиля этого класса. Ни большой, ни маленький. Все, что надо сюда помещается. Чемоданы, сумки, куча вещей. Как бы, да, кстати, по поводу вот этих вещей, друзья, сейчас вам буквально скажу пару слов. Я купил все, чтобы сделать ТО этого автомобиля. То есть, когда я буду его продавать, а я буду его продавать, машина будет полностью обслужена. Она будет практически в идеальном состоянии. Ну, насколько может быть в идеальном состоянии автомобиль 2011 года с пробегом 150 тысяч километров. То есть, там у меня масло, там у меня фильтра, там у меня свечи. Все у меня есть. Я запишусь на СТО. Прулюсь два рулевых наконечника нужно поменять. Я уже заезжал на подъемник, забегаю чуть вперед, заезжал на подъемник, смотрел, что с этим автомобилем. Почему я решил это сделать, друзья? Потому что я, когда вообще пришел в этот бизнес, я хотел вообще внедрить такую практику продавать машины, чтобы люди покупали их. Пусть этот автомобиль и с пробегом, но чтобы они покупали его практически новый из салона. То есть, не просто там подкрасили, губы намазали, помыли, попылесосили и продают. Нет, это понятно, тоже все нужно будет делать, но я хотел еще внедрить такую практику готовить автомобиль технически в идеальном состоянии. Насколько можно его подготовить в зависимости от его лет и от его состояния. То есть, заменить все жидкости, заменить масла, фильтра, свечи, там при необходимости антифриз, масло в коробке передач и все-все-все это заменить. Меня не поддержали мои коллеги, сказали, что это никому нафиг не нужно, пусть клиент берет и там уже дальше сам заливает, что он хочет, сам меняет, какие свечи он хочет. Но я, друзья, с этим немножко не согласен, потому что все-таки у меня есть большой опыт работы с автомобилями. Я лучше, наверное, чем многие из вас могу подобрать масло. Я знаю, где его купить дешевле, я знаю, где его поменять качественнее и дешевле. Там масла и другие расходные материалы, будь то подвеска, будь то по двигателю какие-то моменты или по коробке передач. Поэтому я предлагаю провести такой небольшой эксперимент. Я запишусь на СТО, все это, что вы видели у меня в багажнике, оно уже есть, оно уже куплено. Я сейчас через два дня запишусь на СТО, мы это все поменяем. И этот автомобиль будет продаваться уже как полностью обслуженный, действительно, реально, не требующий никаких вложений. Да, конечно, ни бит, ни крашен, нельзя будет про него сказать, потому что, как вы видели, красилось заднее крыло и переднее крыло, потому что оно было в ДТП. Плюс два бампера крашеных, ну и плюс пришлось покрасить двери, потому что, ну, такая случилась неприятность при выгрузке автомобиля. Это случается нечасто, но иногда бывает, и когда вы заказываете автомобиль из США, вы, в принципе, теоретически должны быть к этому готовы. Да, страховка там что-то компенсирует, но страховка компенсировала всего лишь 100 долларов, а покраска дверей обошлась в 200. Поэтому, как бы, все равно там свои какие-то деньги я потратил. Ну и опять же, автомобиль покупался как некрашенный, а теперь получилось две двери крашеных. Ну, насколько это страшно, решайте сами. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, нужно ли обслуживать автомобиль с пробегом перед продажей. Особенно люди, которые занимаются, то есть я не как частное лицо продаю свой автомобиль, на котором я ездил, а я взял этот автомобиль для перепродажи. Я хочу вам его продать, хочу продать автомобиль в хорошем состоянии. Тут новый аккумулятор, новые дворники, новые коврики, коврики салона, коврика, багажника. То есть будет все жидкости обслужен, будут все жидкости заменены, будет автомобиль полностью обслужен. Он уже пришел с новыми тормозными дисками, они были заменены в Америке. Колодки тоже по кругу все новые. Новая резина неплохая, не самого, скажем так, известного бренда, но она новая, она в очень-очень хорошем состоянии. Ну то есть как бы, если вы возьмете эту машину, то вы сможете ездить до ближайшего ТО, это 8-10 тысяч. И я думаю, никаких вложений у нас вас точно не потребует. Дальше уже будете менять масла. Я расскажу, какое масло я залил, какое масло я рекомендую, какие свечи, какие фильтра. Все это расскажу, покажу. Друзья, сниму вторую часть видео для вас, когда все это будет сделано, когда это будет делаться. Заодно проверим, снимем поддон вариатора. Когда будем менять в вариаторе масло, проверим его на предмет износа, чтобы вы уже видели. Потому что если, как проверить вариатор? Просто снимается поддон, когда меняется масло. И если там дофига стружки металлической, то значит вашему вариатору скоро будет капец. Если же стружки не будет, там даже есть магнитик специальный, который должен на себя эту всю стружечку металлическую выбирать, чтобы она не гуляла по вариатору и не попадала под ремень. То есть мы снимем, посмотрим, я это все вам покажу. Если вам это интересно, будет продолжение этого видео, обязательно подпишитесь на мой канал. И напишите в комментариях, ваше мнение, сколько может стоить, за сколько продавать вот такой вот ланцер с крашенными дверями, с крашенным задним крылом 2011 года с пробегом 150 тысяч. Два литра на автомате. Напишите, какая ваша цена. Реально, не 4 тысячи, не 5, не 6. Но вот реальная ваша цена за такой автомобиль. То есть и стоит ли вкладывать свои собственные деньги в то, чтобы сделать его полностью обслуженным. Или лучше скидывать эти 300-400 долларов и отдавать автомобиль дешевле. Мне очень интересно ваше мнение. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Продолжение будет буквально через пару дней. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока.